11.06 в Кирове, дневной разворот, Анна Лапшина, Дарья Топузлиева, все ли хорошо у тебя? Да, я наладила связь, все хорошо, все работает, техника немножко, конечно, подтормаживает, и вчера так было, я думаю, что и сегодня тоже сталкиваются кировчане, в том числе с какими-то сайтами, которые не работают, еще с какой-то техникой, которая не работает, карточки, мы видим, новости практически в режиме реального времени поступают, так или иначе ситуация, я не знаю, там осложняется, не осложняется, но вот сегодня будем смотреть, что у нас с экономикой, традиционно мы говорим о том, как скажется все происходящее на жизни кировчан, на нас с вами. Да, причем странно тоже бывают ситуации, я говорила, я уже рассказывала коллегам, то есть когда анонсировали проблемы с Google Pay и Apple Pay, а по итогу почему-то люди жалуются на сбои в системе Сберпэй, вот тоже непонятно, как это все завязано, но специалисты... То, скорее всего, используются те же самые алгоритмы, и поэтому, несмотря на другое название, система Сберпэй тоже может давать вот эти вот сбои, есть у нас звонок, насколько я понимаю. Да, с нами на связи Дмитрий Сергеевич, управление Союза строителей Кировской области, Дмитрий Валерьевич, добрый день. Алло. Так, мы почему-то спикера не слышим. Я вас... О, отлично, вы с нами, вы с нами. Да, Дмитрий Валерьевич, ну вот со строительства мы начинаем, потому что по строительной сфере, с одной стороны, приходят, конечно, очень тревожные новости, точнее, даже не по строительной сфере, а вообще по сфере покупки недвижимости, рынку недвижимости. Мы видим, что все банки подняли ставку по ипотеке, причем это очень резкий рост. И вот, честно, я не знаю, как вы начинаете свое утро, там с чего, да, мне кажется, что, ну, нервная очень ситуация, с одной стороны. С другой стороны, я вижу, что вот уже есть заявление заместителя председателя правительства Марата Хуснулина о том, что российское правительство разрабатывает некий антикризисный план, который позволит избежать обвала рынка строительства. Я так понимаю, что будут какие-то меры, видимо, оказаны в том числе и ипотечникам, какая-то поддержка. Но пока конкретики нет. Можете ли рассказать ситуацию на настоящий момент? И вот есть еще несколько вопросов по поводу того, какие, может быть, специальные программы, еще что-то работает сейчас. Я начну с того, что те процентные ставки, которые сейчас озвучены по ипотеке, это, по сути дела, заградительные ставки, да. То есть большинство жителей нашей страны, ну и также Кировской области, эти процентные ставки просто не посильны. То есть мы переходим, возвращаемся там на лет 10 назад, когда люди приобретали квартиры только за счет собственных сбережений, либо там продажи какого-то имущества и добавление собственных сбережений. По сути дела, ну, некий шаг назад. Мы в ту ситуацию пережили. Я думаю, что с какими-то серьезными потерями мы эту ситуацию будем также переживать. Смотрите, Дмитрий Валерьевич, вот учитывая вот эту вот ставку, да, не соврать, 18,6 по-моему из Сбербанка. 18,6 из Сбербанка озвучивал, да. А отправить ли это вообще в стоп, в принципе, ипотеку на какой-то срок, вот пока, не знаю, ЦБ не удастся все это дело урегулировать, или вот, да, какую-то помощь, как Аня сказала, оказывать банкам? Ну, сейчас люди ипотеку брать не будут, то есть она в любом случае как продукт банковский востребована не будет. Как это отразится на строительном рынке? Это уменьшит объем реализуемого жилья. Естественно, те проекты, которые есть у застройщиков, они будут вынуждены искать всевозможные способы для их реализации. А вот новых объектов, новых проектов их будет, у нас в Кирове и так мало, то есть, может быть, здесь и... По нескольким причинам. Кировских застройщиков. Ну да, здесь другие причины, да, то есть, ну, может быть, и в новой проект сейчас заходить, застройщики, ну, будут крайне осторожны. Оценивали ли уже как-то вы там по своей, да, компании количество людей, кто вот уже находился в стадии, там, да, ну, грубо говоря, присмотрели квартиру, и сейчас вот с этими новыми ставками по ипотеке... Есть ли отказы, Дмитрий Валерьевич? Ну, давайте, по нашей компании, вот в силу объективных причин, о которых вы говорили, у нас квартир, которые мы продаем, нет. То есть, все квартиры, которые мы сейчас строим, они уже объединены договорами долевого участия. Вот я видел оценку на РБК, что примерно в проектах от 40 до 70% участников долевого строительства в той или иной степени используют ипотеку. То есть, вот примерно то количество покупателей, которое мы потеряем. Ага, то есть, это вот такая доля получается, да, тех, кто с привлечением ипотеки покупает жилье. Как раз хотела спросить у вас, сколько, да, примерно, какой объем тех, кто покупает за наличку, что называется, за живые деньги, тех, которые с помощью кредитов. То есть, вот от 40 до 70%, вы говорите, да? Да. Да, Дмитрий Валерьевич, вот какой вопрос. Насколько я помню, вчера озвучилась информация, что все ставки по ныне действующим кредитам будут сохранены ипотечные, да? Ну, была такая информация, но надо это увидеть в каком-то виде документа. Ага, ну, то есть, официального подтверждения пока нет. Еще хотела спросить у вас, говорится о том, что есть некие программы, ну, то есть, вот это 18,6%, это ставка для всех, или все-таки есть какие-то возможности как-то ее снизить? Нет, ну, льготная ипотека пока, опять же, не пересмотрена. То есть, есть категория граждан, которые могли получить льготную ипотеку. Я думаю, что это вопрос времени. Может быть, эти программы либо будут уже встречены требования к получателям ипотеки, либо будет сокращен объем денежной дотации. То есть, мы понимаем, что денежное сопровождение идет бюджетное на уменьшение разницы между рыночной процентной ставкой и той ставкой, которая заявлена в этих программах. Да, вот как это работает? То есть, часть субсидирует, получается, государство, да? Да, то есть, разница субсидируется и с бюджетом. То есть, либо должны увеличиваться объемы этого субсидирования, либо сокращаться количество выдуваемых кредитов. Дмитрий Валерьевич, на ваш взгляд, насколько вообще реально такая форма поддержки в условиях, когда вот мы сейчас понимаем, какие средства брошены там ЦБ, а просто на поддержание рубля? Ну, и всего остального, потому что... Я говорю, ну, вот только, только на поддержание рубля, да, то есть, суммы гигантские, которые тратятся там ежедневно, да? Я, вы здесь знаете, что отметил, что вот количество этих льготных ипотек, оно не столь далеко в объеме всех ипотек, да? Поэтому, даже если они сохранятся в том же объеме, то какого-то существенного влияния на рынок они не окажут. Еще вопрос по поводу вообще развития отрасли. Если эта ситуация, вот сейчас тяжелая эта ситуация, продлится достаточно длительное время, какое примерно количество людей может остаться без работы, если мы Киров возьмем? Ну, вот понятно, что там точную цифру нам не назвать, но примерно. Сколько у нас сейчас людей в строительной... Мы еще в одном, как бы, вот моменте не поговорили. Это связано как раз с увеличением банковской ключевой ставки. Ведь у нас же сейчас все строительство жилья идет через скорого счета, то есть через проектное финансирование. То есть застройщики напрямую деньги от дольщиков получать не могут. В любом случае это идет целевой кредит банка. И то есть если там шла льготная процентная ставка, когда-то там на уровне двух-трех процентов, там она была плавающая, то эта ставка сейчас тоже вырастет. И это тоже повлияет существенно на рост цены, рост себестоимости строительства. То есть этот момент тоже забывать нельзя. Другого способа привлечения денег дольщика на строительство жилья нет. То есть, может быть, здесь какие-то будут послабления, либо какие-то изменения. То есть они бы тоже могли повлиять на снижение затрат застройщиков. А из крово счета плохо, потому что банк потом вам выдает проектное финансирование тоже под какой-то процент, я так понимаю. И есть опасения, что он поднимется? Но мне опасений нет, они просто поднимутся. А есть ли или возможны ли какие-то проблемы, я не знаю, с поставками оборудования? С стройматериалами. С стройматериалами. Ну вот рост цен, который у нас начался на строительные материалы в прошлом году, он, к сожалению, не прекратился. И я думаю, что еще мы последствия того роста не преодолели, которые касались на себе стоимости. Но и сейчас, естественно, я думаю, что цены будут снова подняты на экспортные позиции, такие как металл, на такие позиции, которые связаны с нефтепродуктами. Это красочные растворители, вот это все пойдет в цене. И, соответственно, этот вот, скажем, ком, он, ну там, в ближайшие месяцы он не остановится. То есть эти последствия до конца года в лучшем случае будем испытывать на себе. Возвращаясь к вопросу про кадры, я хотела все-таки оценку какую-то. Если все будет плохо, какое количество людей может остаться без работы? Ну если совсем все будет плохо, то просто среди наутро все закроются, и все люди уйдут на рынок труда. Это печально. Это печально, да. То есть я думаю, что сокращения не в любом случае будут, но это десятки процентов. То есть в первую очередь будут страдать, конечно, вспомогательное производство, а потом уже и основные трудовые коллективы. То есть я думаю, что в целом по отрасли этого не избежать. Хотя этот процесс, опять же, у нас начался еще в прошлом году. То есть за прошлый год у нас численность сократилась примерно на 40%. Это в связи с тем как раз, что ограниченное количество объектов получается сейчас у строителей. Это как раз теми объективными факторами, про которые мы сегодня упомянули. Если говорить про всю строительную отрасль Кировской области, если не будет предпринято никаких шагов навстречу отрасли, по крайней мере, сейчас, потому что пока, по-моему, ни одной отрасли, ни о каких преференциях, помощи не было заявлений. Пока конкретики просто нет. Есть заявления о том, что будем спасать. В тех условиях, которые сейчас складываются, сколько рынок продержится без того, чтобы уже надо было его, не знаю, там за уши вытаскивать из этого без... Ну, вы знаете, вот с этой же ситуацией такой кризисной мы сталкиваемся не в первый раз, да? То есть, ну, как бы экономика имеет такую цикличность. То есть переживем кризис, как стабилизироваться и будем жить дальше, да? То есть кто сможет приспособиться к этим условиям, про которые мы сейчас даже, ну, так скажем, точно отговорить не можем, тот и будет двигаться дальше. То есть объемы сократятся, количество людей работающих сократится, но я не думаю, что мы полностью отказываемся от строительства нового жилья. Еще, Дмитрий Валерьевич, вот как раз возвращаясь к тому, что все циклично, можем ли мы сопоставить примерно там вот нынешнюю ситуацию с какой-то еще тяжелой ситуацией? С 2014 годом, с 2008 годом. Насколько там все было иначе? Я думаю, что они в какой-то степени повторяются, в какой-то степени нет. То есть в любом случае кризис есть кризис, да? То есть нужно искать внутренние резервы, увеличивать свои какие-то возможности, связанные именно с тем, что вы раньше не использовали. Закрывается одна дверь, открывается другая. То есть вот только так. Понятно. Видеть хорошее, да, в том, что происходит. Еще хотелось спросить по поводу стоимости, потому что в первые дни, когда развивались события, были сообщения о том, что недвижимость упадет в цене. Насколько это вообще... Я не скажу про вторичный рынок. То есть когда человеку нечего кушать, то, естественно, он будет продавать за любые деньги. Про первичный рынок я не вижу предпосылок для продажи квартир дешевле. Почему? Потому что при том росте цен на остальные материалы, дешевле себестоимости в массовом парке никто торговать не будет. То есть это про те организации, которые видят дальнейшую перспективу, дальнейшее свое развитие. Да, могут случиться ситуации, если предприятие уходит в процедуру банкротства, конкурсный управляющий будет продавать дешевле. Но вот это такие уже ситуации, которые там завтра точно не повторятся, не случат, такие ситуации завтра не произойдут. Это может произойти. То есть конкурсная процедура там несколько месяцев, а может быть и лет. Я просто вспоминаю, когда прошлые были периоды турбулентности, и недвижимость падала в цене. Эксперты тогда говорили, что вот сейчас как раз время там условно покупать квартиру, пока есть возможность взять ее по сниженным ценам, но новостроек это не коснется. И мне кажется, в том числе и потому, что вы говорите, сожмется рынок, да, не будет новых проектов пока. Рынок сжался еще год назад, да, то есть поэтому это еще один момент, который здесь вот в большом количестве там дешевых новых квартир, наверное, на кировском рынке мы не увидим. Я не говорю про другие рынки. Можем ли мы спрогнозировать примерно, в какие сроки будут какие-то конкретные решения, озвученные властями нашими? По опыту там прошлых каких-то. Мы будем к властям обращаться. Да, понятно. Спасибо, Дмитрий Сергеев с нами был на связи, член правления Союза строителей Кировской области, директор строительной фирмы Маяковская. Вот такая история со стройкой. Ну, пока действительно ставки 18,6. Люди, которые раздумывали еще только брать, не брать ипотеку, мне кажется, все притормозятся сейчас. Ну, кроме тех, может быть, у кого прям насущные потребности и действительно негде жить. Просто мне сложно сейчас подсчитать, насколько повышение этой процентной ставки. То есть если мы, например, взять среднюю стоимость квартиры, насколько она становится дороже для человека, который берет этот ипотечный кредит, чтобы понимать вообще, ну, то есть даже если вот это, как ты говоришь, потребность насущная, насколько ее физически возможно удовлетворить в плане наличия финансовых средств на это. Мне кажется, тут вопрос даже не столько в деньгах, потому что непонятно, да, действительно, как будут развиваться события. Вопрос, во-первых, ну, люди просто опасаются, мне кажется, брать ипотеку, потому что ипотека – это обязательство там на половину жизни, как минимум. И непонятно, что будет с работой, непонятно, что будет с остальными вещами, да, что будет с экономикой. И люди, мне кажется, вот прежде всего из-за этого побоятся под большой процент брать кредит ипотечный. Елена Фетисова с нами на связи, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Елена, добрый день. Добрый день. Да, мы так по сферам просто идем сейчас постепенно и друг за дружкой, да, разных совершенно предпринимателей спрашиваем. Туристический сектор – это то, что, ну, сразу стало понятно, как только начались разговоры про закрытое небо, что это то, что, ну, и, собственно, когда рубль упал, да, это то, что сразу вот вы страдаете. Вы страдаете, то, что на поверхности, да. Мало того, это сфера, которая очень пострадала в предыдущие два года, как мне кажется, из-за ковида. И вот там очередное испытание. Давайте, вот, не знаю, там, наверное, не с общей оценки начнем, а с того, а что у вас сейчас. То есть вообще, что у нас есть, если мы говорим о зарубежных каких-то направлениях, люди, куда сейчас могут поехать и едут ли? Ну, на данный момент у нас остались такие направления для отдыха, как Турция, Египет, Арабские Эмираты и Ордания, так, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам. И обещается у нас 14 марта возобновить авиасообщение с Индонезией и Китаем. Но пока нет четкого понимания, на каких условиях они будут принимать российских туристов в связи с эпид-обстановкой. С эпид-обстановкой у нас или у них? Такое ощущение, что ковид куда-то исчез. Ковид исчез, но пока вот четкого регламента, как они будут нас принимать, вакцинированных, с тестами, сколько раз вызывать, пока это не ясно. Но ожидаем хотя бы возобновления авиасообщения. Как отреагировали клиенты, да, то есть те, кто собирался покупать путевки, те, кто их уже купил и оплатил часть? Надо ли им доплачивать, кстати, да. Ну, туристы, конечно, в шоке. Никто не ожидал, что вот третья весна подряд подкинет нам вот такой сюрприз. Вот те, кто не приобрел путевки, они не заняли выжидательную позицию, будут смотреть далее о развитии событий. Те, кто у нас не улетел, к сожалению, таких тоже много. Кто уже приобрел путевки, должен был лететь до середины марта в направлении Карибов, то, соответственно, они никуда не летят. Операторы в одностороннем порядке аннулировали. Пока до 28 марта туры не будут в ту сторону у нас. А Кариба – это Куба, да? Это Куба, это Доминикана, это Мексика и Венесуэла. То есть это через океан. Операторы предлагают либо перенос туров на более поздние даты, либо перебронь на то, что сейчас открыто. Но опять ввиду такого курса, ничего интересного и нет. А сколько сейчас минимальная путевка в Турцию стоит? Турцию не мониторила. Вот смотрели Египет вчера вместо Кубы. Примерно такая же сумма. То есть Египет по цене Кубы никому пока не интересен. А цена Кубы – это сколько, Елена? Ну, была путевка у туриста 160 тысяч на двоих на 12 дней. Египет – это около 140, получается. 140 в Египет? Да. То есть вот пока ничего интересного на переброне для туристов нет. Много ли возвратов, Елена? Люди, которые возвращают, возвращают из-за того, что все подорожало, или просто опасаются, что еще там что-то перекроют в небе? Есть возвраты и в плане того, что доплачивать не хотят по текущему курсу. Есть и опасаются то, что нестабильная обстановка. Много. А нуляций много. Были ли туристы, которые собирались ехать, там, я не знаю, может быть, на мартовские праздники в Европу? Вот те страны, которые сейчас закрыли небо для России, мы закрыли небо для них в ответ. Потому что Европа, насколько я понимаю, вот буквально там последние недели февраля, перед этим сообщалось, что там с 1 марта очень многие страны открываются, после ковида снимаются ограничения, снимаются карантины. Мне казалось, что как раз в этот момент люди, наверное, кто-то хотел бы поехать. Ну, конкретно у нас туристов в Европу на праздники и вообще на ближайшее время желающих не было. Потому что, несмотря на то, что послабления какие-то они дали, ну, это было бы еще не скоро. То есть, вот даже, знаете, Италию, они послабления сделали, но нет для массового туризма, для рабочих, либо для тех, кто ездит с медицинскими целями. То есть, речи пока не шло о массовом туризме, и тем более с нашими прививками спутник ВИЛ. Поэтому Европа, она не особо нас и расстроила, то, что она закрыла пространство, потому что мы уже два года без нее живем и привыкли. Все уже перестроились, да, на другие направления? Да, все перестроились. Единственное, обидно, что вот трансатлантические перелеты у нас закрылись из-за них. И вчера вот объявили вечером буквально о закрытии воздушного пространства Греция и Кипр. Вот это расстроило. Ого, понятно. По Кипру, да, то есть будут ли какие-то отмены? Потому что, насколько знаю, Кипр ввиду разнообразия, скажем так, туристического был достаточно популярным направлением. Ну и он сравнительно недорогой, и там не нужна шенгенская виза. Сравнительно недорогой. Да, да. Отмены будут, потому что закрыли воздушное пространство до 27 мая, то есть на три месяца. А самый пик у нас туризма на Кипр был, как всегда, майские праздники. Люди любили туда летать. Ну и, в общем, так. А Елена, насколько вообще сейчас оцениваете потери для себя вообще, для всего туристического сектора? Сравнимы они с двумя пандемическими годами, или их уже там ничто не перекроет? С пандемическими годами настоящую ситуацию даже не приходится сравнивать. Поэтому потери очень серьезные, и непонятно, что будет дальше. То есть сейчас ситуация сложнее намного? Сложнее, да, намного. Она развивается у нас катастрофической мощью. То есть сегодня с утра одно, а вечером другое. Плюс курс валют. Есть ли у вас какой-то, я не знаю, план Б? Альтернативы есть какие-то, да, на что можно перестроиться, учитывая, что зарубежные направления действительно из-за курса будут доступны очень немногим. Ну, 140 тысяч за Египет, я думаю, что немногие готовы отдать. Ну да. Ну что у нас остается? Россия, Краснодарский край на лето. Крым вот у нас порадовал, отменил курортный сбор, ждет туристов на лето. Вот, КАФ, Минводы, ну и прочие направления российские. А насколько, на ваш взгляд, Крым будет востребован, если не будет урегулирована геополитическая ситуация? Если, конечно, авиаперелеты туда не будут возобновлены, то, понятно, он не будет настолько востребован, как ранее. Но железнодорожным транспортом тоже в последнее время туристы очень многие ездили. И, собственно говоря, я думаю, что проблем с этим не возникнет. Ага, смотрите, Елена, вот если говорить о курортах Краснодарского края, да, мы все помним там прошлогодние видео из Анапы, когда закрылась улица, да, если я правильно помню. Здравствуй, ковид они назывались. И логично предположить, что в этом году, видимо, все будет еще хуже. Я не знаю, там хватит места, чтобы вместить всех российских туристов на нашем... Потому что я помню, когда закрывали Турцию, по-моему, с вами же мы говорили, да, что не оставалось вообще нормальных объектов размещения. Да, это мы проходили в 2020 году, когда было все закрыто. И открыт был только Краснодарский край и Крым. Я сама лично посещала Крым в этот период, когда люди загорали стоя. Ну, примерно нынче такая же ситуация, я думаю, предвидится. Вот вы все-таки, как эксперт, скажите, сейчас, например, людям, которые думают о майских праздниках, уже можно бронировать Краснодарский край и Крым? Или лучше подождать все-таки? Я думаю, что лучше подождать и не бронировать пока ничего. Потому что очень все неясно. Есть ли какие-то новые направления, я не знаю, вы все равно внутри этой сферы наверняка больше знаете, именно российского туризма? Потому что вот я помню, когда началась пандемия, очень сильно выстрелил Калининград, Алтай, не знаю, Байкал. Не знаю, отправляем ли на Каспийское море, да. На Каспий, кстати, действительно может быть Каспий, там, не знаю, Дагестан, да. Да, Дагестан очень много экскурсионных программ презентуют. Вообще Кавказ очень популярный в настоящее время стал как экскурсионный вариант тура. Вот. Также Алтай, Байкал, Карелия, даже в Мурманск есть довольно-таки интересные экскурсионные программы. Вот. Круизы будут, мне кажется, развиваться и пользоваться популярностью. Речные мы имеем в виду. В Кировскую область еще кого-нибудь привлечь. Речные круизы. Ну и, мне кажется, тут вокруг, наверное, тоже местный туризм, как было и в пандемию, будет развиваться. То есть соседние регионы, Казань, Ижевск, Пермь, я не знаю. Да, я думаю, что в этом русле дальше будут развиваться и пойдет туризм у нас. Елена, спасибо большое. Ну, не знаю, желаю выдержки, честно. Вот что еще пожелать в такой ситуации терпения и выдержки, наверное, да. И храбрости, потому что каждое утро открывать ленту новостей, читать, что там еще случилось и что еще закрылось, это, конечно, тяжело. Елена Фетисова, заместитель директора туристического агентства «Южный берег» с нами была. Нам пора потихонечку ходить на рекламу. Через полторы минуты вернемся. Возвращаемся в эфир. Дарита Пузлеева, Анна Лапшина. Говорим об экономических последствиях операции, спецоперации в Украине. Строительство, туризм и цен на продукты. Это в первом части обсуждаем, во втором части поговорим с представителями сферы развлечений, как не цинично, может быть, это звучит, культура, спорт, услуги. Ну, цинично, не цинично. В этом секторе тоже задействовано очень много людей. Мы все понимаем, конечно, что это не только рост цен, это еще и бизнес под угрозой, и эта возможность потерять работу, остаться без работы, это, конечно, для всех важно. Мне кажется, что это больше, наверное, даже пугает кого-то, чем условно рост ставок по ипотеке, потому что с ипотекой ты можешь прижаться как-то, подождать пока. Цены на продукты волнуют тебя, потому что ты ходишь за ними каждый день в магазин. Попробуем сейчас связаться с Евгением Барминой, пиар-специалистом компании «Глобус». Ну, пока, насколько я понимаю, по крайней мере, по тому, что вижу сама в магазине, такого роста цен на продукты пока, по крайней мере, не произошло, если, например, сравнивать с техникой. Ну, на технику, мне кажется, ажиотажный спрос и сразу же взвинтили цены. Потому что и потом техника… Знаешь, я даже не думаю, что эта проблема была в ажиотажном спросе, потому что, как ты помнишь, с ДНС это произошло буквально в день начала спецоперации, еще ничего не повлияло на рынок вообще совершеннейшим образом, но буквально за сутки ноутбук, который я купила две недели назад, за сутки он подорожал на 10 тысяч рублей. Для этого нет никаких экономических обоснований. Здравствуйте, а после доктора доллара? Ань, этот ноутбук был куплен по старому курсу доллара. Этот ноутбук лежал уже на складе ДНС, и экономически не было никаких предпосылок для его удорожания. Подожди, тебе магазин его продаст по старой закупочной цене, ну, плюс как бы маржа какая-то. А новые-то они же должны будут закупать уже по новой цене, а они же должны найти деньги на то, чтобы новые закупить. А где же они их найдут, если тебе по старой цене продадут? Ну, видишь, если бы это действительно действовало как-то вот так, то этот рост был бы у всех. Но ведь не все так поступили. Не все, не все. Ну, не, ну, кто-то воспользовался. У нас и таксисты часто пользуются ситуацией критической, например, в Москве, когда что-то с аэропортами происходит, погодные условия, еще что-то. Собеседник есть у вас. Евгения Бармина на связи с нами, пиар-специалист компании «Глобус». Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Да, мы начали как раз по ценам на продукты, но вот это наше такое обывательское мнение, да, чувство, что пока вроде бы ажиотажного вот такого вот всплеска, роста цен его нет. Так ли это? Смотрите, Анна, на самом деле, да, если говорить по ситуации на сегодняшний день, а именно на 28 февраля, на день вчерашнего вероятеля, то мы в наших супермаркетах не фиксируем повышенный рост на определенные категории товаров, не повышен какой-то супер покупательской активности, очередей. То есть на самом деле на день вчерашний, сегодняшний все ровно. Все ровно, то есть люди ведут себя вполне адекватно, не бегут, не скупаются, не паникуют, что самое главное. Поэтому, да, на самом деле ситуация такая. То есть нет такого, чтобы все прибегали и брали по 10, по 20 пачек гречки в одни руки и вывозили тележками гречку, консервы, такого нет? Нет, такого нет. Вот мы посмотрели, да, по ситуации, если чексировать, там, конец прошлой недели, выходные и понедельник, начало этой недельки, то есть в связи с теми новостями, которые мы все получаем, ажиотажа не наблюдается. То есть, в принципе, как количество покупателей, количество чеков, оно проходило в среднем, да, то есть оно такое и есть. Мы говорили о закупочных ценах в конце прошлой недели. Была у нас информация о том, что на ряд товаров поставщики уже повышают цены, те, кто отпускает, как бы, да, их розница, эти товары. Что у вас с ценами сейчас? То есть вот сама ценовая политика в магазинах, она сохраняется? Все-все тоже? Или вы все-таки раздумываете над тем, что будете что-то повышать, какие-то позиции? Ну, смотрите, Анна, я думаю, что здесь мы, торговая сеть, как и большинство предпринимателей, большинство компаний, не только в Кирове, но и по всей нашей стране, все-таки действуют по ситуации. Да, то есть что мы можем говорить прямо сейчас, и эта информация достоверна, что до 13 марта все акции, которые у нас запланированы были, это и цена по бонусной карте, цена недели, цена от производителя, они действуют. Все товары, заявленные в эти акции, они сохраняются в полном объеме, то есть там все категории предправленные молочной продукции, мясная, и сыры, и рыба, и овощи, и фрукты, то есть все, что у нас есть до 13 марта, все сохранится. Дальше мы все-таки будем смотреть на развитие ситуации, да, и действовать, опять же таки, исходя из тех данных, которые мы получаем. То есть в любом случае, если что-то будет меняться, мы постараемся об этом оперативно информировать покупателей, то есть мы всегда на стороне наших покупателей, чтобы они были в курсе и понимали, какая ситуация, чего стоит ожидать, вот не только там от наших супермаркетов, но и вообще в целом, да, вот торговой сети по городу, это и касается и других направлений. Ну, в целом, вот продуктовая розница, как это будет, что будет происходить. Спасибо большое, Евгения Бармина, с нами была на связи, пиар-специалистка компании «Глобус», цена на продукты пока под, на волне там ажиотажного спроса, не испытывают большого роста. Ну, тут, видишь, еще, возможно, свою роль играет, даже если там будет какой-то рост, то он, ну, то есть это все равно не тысячи рублей, то есть где-то там сметана, да, где-то там сметана на рубль подорожала, где-то там хлеб на 50 копеек, ну, то есть вот этот вот рост цен, который ты, возможно... Которому мы привыкли за прошлый год. Да, за прошлые годы, и ты привык, что все становится дороже, 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 этот рост, он, может быть, ну, воспринят как, ну, некое естественное состояние, в котором мы там живем, да, последние. Так, я не могу понять, Евгения с нами еще на связи или нет? Мы сейчас звукорежиссера спросим, отключил ли он нашу гостю. Я так понимаю, что, наверное, отключил. Вот. Насколько мне известно, поставщики, насколько я знаю, даже приостанавливали на день, на два, там, на сутки, не боюсь соврать. Поставки, да? Поставки, да. Доставку продуктов. Доставку продуктов, то есть после признания независимости ЛДНР это еще произошло, то есть еще до того, как... То есть в начале прошлой недели, когда все это происходило, когда все развивалось, люди не понимали, чем это закончится. Да, то есть отгружали продукты там на ближайшие 2-3 дня, дальше был стоп. Видимо, стоп был как раз взят на то, чтобы переосмыслить цены, переосмыслить ситуацию. Не знаю, насколько получилось у поставщиков переосмыслить ситуацию в связи с событиями, которые развивались дальше. Ну вот сейчас понятно, да, почему никто не может еще сказать, потому что непонятно, что будет дальше действительно, в какую сторону все качнется, и, насколько я понимаю, должен быть второй раунд переговоров по ситуации на Украине. По-первыхому ничего неизвестно. По-первыхому нет, ну кое-что есть, какая-то информация, но не договорились. Да, это та информация, которую в принципе все... Не думаю, что кто-то... Главный и самый тревожный. Да, не думаю, что кто-то вообще в принципе ожидал, что будут достигнуты с первого же раза какие-то договоренности. Ну, по сути, вот мы получаем такую ситуацию турбулентности, да, которая постоянно присутствует, и, естественно, никто пока не может сказать, как все будет развиваться завтра или через неделю. Все берут какую-то паузу выжидательную такой. Мы видим сейчас, понятно, те там сегменты, те сферы, которые завязаны на импорт, и мы понимаем по опыту прошлых наших лет, что они-то скорее всего будут дорожать. То есть если мы говорим там про кофе, например, да, вот я предполагаю, если мы говорим про алкоголь какой-то импортный, я предполагаю... А алкоголь даже не нужно предполагать, я тебя прям могу в рублях назвать. Бутылка... Без марок. Хорошо. Бутылка стоила 200 примерно по акции, 2500 без акции, 2700 в очень богатых магазинах. То есть вот эта бутылка сейчас стоит в районе 4-4,5 тысяч. То есть рост такой ажиотажный, прямо как на доллар. Да, это рассказывают люди, которые занимаются формированием подарочных боксов. То есть эта бутылка входит в этот подарочный бокс. Вот они рассказывали о таком росте цен, то есть практически в два раза. Но это тоже такая ажиотажная часть истории. И тоже связанная, кстати, между прочим, с тем, что люди не понимают, а по какой цене они будут покупать новую партию. И хватит ли им денег на то, чтобы купить эту самую новую партию? Но тут еще вопрос, будет ли спрос на эту новую партию по таким ценам. Поэтому, возможно, тебе и не нужно столько оборотных средств на покупку новых. Потому что новая партия по объему будет значительно меньше. Ты не сможешь ее продать. Реализовать ее будет достаточно сложно. Точно так же, как, я не знаю, как сейчас банки будут реализовывать ипотеку по ставкам. Там 18 с лишним процентов. Непонятно, да, то есть непонятно, как сейчас будет. Кому? Кто придет за ипотекой по 18,6? В интересной ситуации, я думаю, еще оказались продавцы онлайн-магазинов. Потому что, насколько мне известно, два крупнейших игрока, один, по крайней мере, точно, запрещает повышать цены выше цены, которая установлена изначально. То есть для этого тебе нужно будет полностью сменить карточку товара и таким образом потерять все отзывы, все звездочки. То есть все, что у тебя на карточке товара висело, то есть это все будет потеряно, и ты его полностью обнулишь. Это мы про поставщиков говорим, да? Про продавцов. Имеется в виду магазины, которые работают через маркетплейсы, да? Да. То есть на маркетплейсе ты можешь выставить цену максимальную, и выше этой цены твой товар уже стоить не может. То есть он может стоить ниже. Иначе обнуляется вся история, если ты изменишься. Собственно, с этим связаны космические цены на некоторые товары, но они всегда продаются вот по этой якобы скидке. На самом деле это не якобы скидка, это настоящая стоимость товара, просто вот этот люфт продавец для себя оставляет. Закладывает на случай форс-мажор. Вот, форс-мажор произошел. Не знаю, насколько, кто уж там какой люфт закладывал, и перекроет ли этот люфт повышение цен. Да, реальную цену, сколько сейчас стоит этот товар. На самом деле, по отзывам коллег, по отзывам горожан, можно сказать, что действительно люди, правда, когда все началось, выбежали в крупные большие супермаркеты, там, где обычно они делают запасы продуктов на неделю, на две, и купили с запасом не на две, а на три, на четыре недели. Кто-то покупает консервы, кто-то покупает крупы, кто-то покупает мясо, например, да, то есть то, что можно заморозить, положить в холодильник, в морозильник. Что-нибудь купила? Я ничего не купила. Я купила кровать. Ну, я хотела ее давно купить, я откладывала просто покупку, мы откладывали на март, но в связи с событиями решили, что до марта ждать не стоит, и заказали ее сейчас. Ну, по продуктам я пока ничем не затаживаюсь. Я думаю, что продукты, конечно, подорожают, и я думаю, что, конечно, будут предприниматься какие-то меры правительством, как мы видели там по опыту прошлых каких-то кризисов, да. Надеюсь, что это будут не заградительные меры, как это было с подсолнечным маслом, по-моему, когда запретили торговать, ему повышать на него сильную цену, и подорожали все остальные продукты. Но будем наблюдать, что называется. После 12 часов еще раз индустрия развлечений, спорт, культура, услуги, об этом будем говорить.